Бон аппетит продолжает свои выпуски и сегодня мы находимся в ресторане Вельгар, в месте, которое вас не только вкусно угостит, но может также неимоверно осчастливить. Ведь это не только ресторан, это еще и казино. А расскажет нам сегодня о том, чем привлекательна эта местность для гурманов, шеф-повар ресторана Евгений. Евгений, здравствуйте. Расскажите, каковы особенности кухни Вельгар и в чем вы, как шеф-повар, делаете в ней акцент? В первую очередь мы работали на подборке продуктов. Качественных продуктов, свежих продуктов и, соответственно, хороших производителей. Второе то, что мы не работаем на заменителях, красителях, майонезных и так далее. Вы используете натуральные продукты и сами следите за их качеством? Готовим исключительно из-под ножа. Есть такое выражение, готовить из-под ножа. Соответственно, может быть, это блюдо чуть дольше готовится, но, тем не менее, оно будет всегда свежим и вкусным. Скажите, какие изюминки меню вы порекомендуете гостям? Ну, меню достаточно получилось, скажем так, разносторонне. В этом меню, я думаю, что любой человек, придя сюда, сможет найти блюда, которые его заинтересуют. Здесь есть, опять же, небольшой фьюжн, есть классика Италии, немного Франции. И, конечно же, есть наши авторские блюда, которые мы придумали. В частности, мы можем предложить, будет в мене такой королевский ролл. Сочетание курицы, филадельфии, икры, нори, то есть немножко и Японии. Скажите, что такое фьюжн? Фьюжн, в моем понимании, это микс, фантазия. Смешивать стили, смешивать продукты, но, соответственно, чтобы они гармонировали. То есть вкус и соответствие продуктов. Не просто же смешать ингредиенты? К какому принципу вы придержитесь? Сочетаться. То есть вкусовым качеством, конечно. То есть нельзя сочетать какие-то несовместимые продукты. Но, тем не менее, нужно пробовать и не стесняться, и не бояться. То есть не должны дополнять их друг друга? Конечно. Как я поняла, в вашей кухне отражены традиции европейских стран. Что, по вашему мнению, отличает ваше заведение от других ресторанов, где также ее можно попробовать? Я думаю, что в любом заведении все равно присутствует рука шеф-повара. То есть каждый повар все равно немножко готовит по-своему. И гости, придя, попробовать те же самые классические блюда, смогут оценить в них свою изюминку, нашу непосредственно. Ну, допустим, у вас организуется банкет. Чем банкетное меню будет отличаться от повседневного? В первую очередь, это желание клиента. То есть нам всегда нужно очень важно понять то, что хочет наш гость. То есть вы можете приготовить даже то, чего нет в меню? Соответственно. То есть в основном это упор на желание, так сказать, в гости. Как выясняется, кухня ресторана Вильгар. Это высший пилотаж для повара. Но без оригинальности мышления не обойтись также и в зале для развлечений. Теперь о самом казино расскажет нам генеральный менеджер Евгений. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, что конкретно представляет собой игровой зал казино Вильгар? В нашем развлекательном комплексе вы можете не только вкусно пообедать, поужинать, провести бизнес-ланч, но также попадать в свою удачу на втором этаже в нашем развлекательном комплексе. Он представляет собой 63 игровых аппарата и 3 рулетки. Это, по крайней мере, один из самых больших, на данный момент, залов нашей столицы. Евгений, скажите, как вы думаете, каковы преимущества и отрицательные последствия игры в казино? Преимущество, что так же быстро ты можешь разбогатеть, так же быстро ты можешь и проиграть, в принципе. Ну, у вас в заведении царит атмосфера удачи? Удачи, да. Вот в прошлом году, буквально 25 декабря, был разыгрыш BMW. На данный момент мы разыграем еще две машины, которые будут разыгрываться весной и в середине лета. Это две Mitsubishi Lancer X. Вот, так что приходите, будем рады вас видеть, играйте. И самому играющему достанется машина, главный приз. Ну, а чем вы можете уверить гостей, в честности, вашего казино? Ну, с соответствующими лицензиями. Все аппараты проходят госстандарт и все аппараты ассертифицированы, как бы, согласно закону, который мы чтим. Ну что ж, спасибо, Евгений, за беседу и вам за то, что были с Bon Appetit. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok